Дорога в деревню Васильева Сложно сказать, что область сдвинулась в плюс. Только маленькие росточки имеются. Нужно что-то экстраординарное, типа комбината синтетического волокна. Проект, к сожалению, не состоялся. Десятая Сосневская. При ремонте сгнивших труб испортили ливневку. Круглый год стоит огромная лужа. Скоро зима, будет опять каток. Бухарова, Никольская, 21. Совсем недавно положили новый асфальт, а теперь раскопали на Большой площади. Будут строить дорогу на Москву. Зачем было нарушать новое асфальтовое покрытие? Парк Харинка преображается в лучшую сторону. Однако до реконструкции над родником была деревянная беседка, которая защищала от дождя. Теперь просто металлическая конструкция. Неужели все так и останется? В дворах на улицах Шубинах невозможно пройти. Везде грязь, огромные лужи. Машины по откачке воды не приезжают. В лужах плавает мусор. Дорога под лужами вся разбита. Демократических выборов исполнительной власти в Тейковском районе нет. Что было при прежнем начальнике Департамента внутренней политики, что при новом ничего не изменилось. В почтовом отделении письма теперь отправляются как первый класс. А это гораздо дороже, чем обычное отправление. Сказали, что надо обращаться на главпочтам и отправлять письма оттуда. Что за новшество? Пошел с грибами рядом с бывшим рестораном «Сосны». Выходит товарищ и говорит, что это его частная собственность. Как там вообще может быть частная собственность? Пожертвования есть во всех школах. Не только в школе номер 36. Но это дело добровольно-принудительное. Школам эти деньги нужны. Если нет возможности заплатить, то надо обратиться к классному руководителю, а не в прессу.